На самом деле действительно приняли много законов, но они пустые. Занимались идеологическими вопросами, запрещали георгиевскую ленточку, пытались провести санкции против окружения сбежавшего президента Януковича. Но на самом деле законов, которые нужны людям, вот пожалуй только один был. В первом чтении приняли закон, который позволяет бесплатно кормить детей переселенцев в школах. Это действительно очень важно, это нужно. Но на очереди еще 10 законов, которые позволяют поддержать переселенцев и которые нужно принимать. А другие законы даже вспомнить нечем, собственно говоря. Пытались еще ввести в порядок дня закон 45.11.41.28, которые очень возбудили все общество. Это закон о церквях. Церковное законопроекты, да, совершенно верно. Смотрите, скандал вышел большой, несмотря на то, что их даже еще и не рассмотрели. Не рассмотрели, но люди увидели, что они в порядке дня и вышли верующие на улицу. Что ждет дальше эти законопроекты, если был такой громкий скандал? Я считаю, что это абсолютно вредные законопроекты, которые раскалывают общество. И которые взбудоражили еще больше нашу страну. Потому что даже в Советском Союзе не было того, чего записано было в этих законах, когда руководитель епархии, областной, скажем, утверждается центральным органом исполнительной власти страны. То есть это прямое воздействие государства на церковь. А самый главный вопрос, как может парламент с уровнем доверия в 4% пытаться руководить и давать какие-то рекомендации церкви, которая сегодня доверяет более 60% населения. Но для этого законопроекта вряд ли успокоится, они слишком решительно настроены. Чего ждать тогда? Я думаю, что общество должно сказать свое слово. Собственно говоря, верующие уже сказали. Причем в разных конфессиях. Как раз против этого закона объединились все конфессии. И все высказали свое мнение о том, что государство не должно вмешиваться в дела церкви. И мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает.